Почему же хорошие люди быстро уходят из жизни? Это не является божественной несправедливостью, как многие могут подумать. Мы знаем, что по космическому закону в мире не существует никаких случайностей и совпадений, происходящих в нашей жизни. И каждая смерть обязательно, неотвратимо является абсолютно уместной. Рано уйти из жизни хороший человек мог как минимум по нескольким причинам. Первое – это то, что он уже выполнил свой жизненный план, контракт, трансмутировал свою карму, и ему уже здесь, в этой школе жизни, больше делать нечего. И надо возвращаться домой, на отдых, так как на земле мы работаем и учимся, а в тонком мире, между воплощениями, отдыхаем. Второе – это то, что его смерть является следствием его кармы прошлых жизней, которую он сам запланировал, идя на землю. Мы всегда в тонком мире планируем свое будущее воплощение так, чтобы оно как можно лучше нас чему-то научило и ускорило наше продвижение по лестнице эволюции. Также его смерть могла явиться благотворительностью, если можно так сказать, особого рода для его родителей, братьев, сестер, близких, родственников и даже друзей, которые не были такими хорошими в жизни, как он, и могли совершать отвратительные поступки. Это делается для того, чтобы горе, которое они испытают, потерявший, ошибочно так думая, его, чему-нибудь их научило в жизни, в основном любви и милосердию, потому что горе всегда сплачивает людей. И тогда есть шанс, что в следующем воплощении они станут лучше, добрее, человеколюбивее. Хотя не исключен четвертый какой-либо вариант, как исключение. Так работают законы Творца. Но вы можете спросить, а как же в эту схему вписываются серийные убийцы, такие, например, как Чикатило или даже Джек-Потрошитель, или любые другие, которые насильственно лишили жизни многих людей. Один из космических законов гласит, подобное притягивается подобным. И по этому закону, о котором люди в большинстве своем ничего не знают, а кто слышал, не могут поверить, убийца и жертва притягивают друг друга как магнитом. Дело в том, что мы абсолютно ничего не знаем, кем эти убитые люди были в прошлых жизнях. И скорее всего, на их тяжелой карме есть убийства, или одно, или много. И чтобы уравновесить карму, им был просто необходим такой Чикатило, либо другой убийца. Не подумайте, пожалуйста, только что я оправдываю их, но я хочу лишь попытаться показать, как работает закон.